В разные времена великие модельеры вдохновлялись путешествиями, политическими потрясениями и научными открытиями. В наш век дизайнеров вдохновляет реальная жизнь. Образы людей, увиденных на улицах больших городов и не только, попадают на мировые подиумы. Термин «стрит-стайл» уже давно не нуждается в переводе. Сегодня под ним подразумеваются как яркие типажи модных столиц, так и молодые дизайнеры, работающие в этом направлении. Знакомьтесь, Никита Еруцкий, основатель уличного бренда из Санкт-Петербурга, известного сотрудничеством с музыкантами, художниками и экстремалами, приехав в Челябинск, чтобы рассказать об уличной культуре. Наша одежда выполняет роль формы, в которой они занимаются и гравити, либо брейк-данс, либо скейтборд, сноуборд, ну все что угодно. То есть это целый пласт одежды, такой альтернативный. Мы делаем бренд, чтобы был доступен для наших деталей. То есть они могли спокойно купить там одежду, покататься в ней, порисовать граффити и не бояться, что если они там порвут или покрасятся, это одежда, ну там краской, когда человек рисует, что это не будет катастрофой какой-то для него пойти купить новую. Если рассматривать стрит-стайл не как направление фотографии, а с точки зрения дизайна и бизнеса, то получится сформулировать основные признаки этого сегмента. Авторский принт уличных художников на трикотаже разной плотности плюс функциональные аксессуары. Это на самом деле такая, ну некая отчасти наша боль в магазине, о том, что когда приходят какие-то молодые люди, кто еще не очень хорошо там что-то знает, понимает, и начинает сравнивать все вещи с масс-макетом. Да, говорят, да, я такую же футболку там могу купить за 500 рублей. Мы объясняем каждому нашему клиенту о том, что это абсолютно разные вещи, да, то что в каждом бренде лежит какая-то идея. Как это часто бывает в подобных стартапах, люди просто начинают создавать то, чего хотят сами, а купить этого нет возможности или этого просто не существует. В случае Сантеатр 9 лет назад они перерабатывали идеи зарубежных брендов, но затем уже успешно создавали свои узнаваемые иконы. Ну наша фишка в том, что за 9 лет работы у нас появились такие иконы, бестселлеры, то есть модели, которые, ну по которым нашу марку узнают и которые олицетворяют как бы наш бренд. То есть определенные силуэты, которые продаются каждый год, они переиздаются там в новых материалах, в новых технологиях. И конкурентов действительно много, но я считаю нормальным, если люди вдохновляются и делают какой-то свой продукт, ну основанный, допустим, на модели конкурента, но что-то привносят свое туда, то есть делают там хотя бы какие-то, ну что-то свое, а не просто делают абсолютную копию. Я однозначно могу сказать, что сейчас просто бум на стрит-вир, уличную моду, бум именно на отечественный стрит-вир. Одновная аудитория, это там 14-20 лет, кто особо увлечен этим, но влияние там уличной моды можно увидеть и на людей и по старше возраста, гораздо старше и гораздо моложе, все очень хорошо сейчас разбирается. А все это на самом деле пришло из высокой моды, потому что на всех неделях моды можно увидеть тренд на уличный стиль, на дарк-стайл, на стрит-стайл. Это Джигаши Рубчинский, которого купил Ком де Гарсон, да, который прямо сюда сходит по всему русскому, российскому, на все, что пришло с улиц, по нашим таким люмпинам, пролетариату, это сейчас очень так прям актуальная тема. Вот так вот проходит сейчас, я считаю, революция, вот в этих лозунгах, которые активно большими буквами пишут на стрит-вире, да, это самовыражение, это некий бунт, это такой протест, общество, состояние и так далее. То, что ты носишь, должно быть не просто красивая одежда или что-то такое, одежда должна соответствовать занятию, тому, чем ты занимаешься. То есть, вот многие, допустим, на себя что-нибудь нацепят и оно немного совсем к другому относится, а они этим не занимаются. Ну, мне как бы это немного смущает и раздражает. Ну, то есть, люди так показанно одеваются и все. Идея выражать себя через одежду не нова, но сегодня, помимо того, чтобы послать миру месседж о своей принадлежности к профессии, субкультуре или увлечению, необходимо заявить и о своей индивидуальности. Этому способствует направление моды стрит-стайл и встреча с людьми, его создающими.